Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами будем создавать векторный твит. Твит это, как правило, шерстяная ткань с саржевым диагональным переплетением. И самая такая яркая ассоциация на твит у вас будет, это, конечно же, костюмы Шанель. Я готовлю эскиз, будем рисовать жакет Шанель. Но перед тем, как его сделать, нужно отрисовать необходимые элементы. Первое, это имитацию ткани, можно взять фотографию, но я хочу показать, как сделать это в векторе. Второе, это отрисовать бахрому, цепочки, как это все можно сделать в векторе, все покажу. А сегодня мы занимаемся твитом. Я его внимательно посмотрела, есть очень-очень большое количество разнообразий того, как это можно изобразить. Я выбрала самый такой векторный вариант, классический. Итак, берем прямоугольничек и прямоугольничек к прямоугольничку стыкуем. При этом они могут быть одинакового размера, но в моем случае, для того, чтобы получилась более такая векторная интересная штучка, я их буду делать разного размера, что будет давать более интересный эффект. И сделаю несколько вот таких интересных штучек. Знаю, что сейчас пока не совсем понятно, посмотрите, пока дойду до конца и будет конечный результат. Мы делаем имитацию твида. Вот так. В принципе, больше и не надо. Нужно обязательно, чтобы они были встык. В общем-то, вот это очень плохо себя ведет. Сейчас мы ее вот так и поширим. Так, у меня должен быть квадратик. Соответственно, я их могу уменьшить. Давайте приблизим. И мне нужно создать их копию. Shift-Alt. Shift смещает Alt. И повернуть Shift-ом. Вот так. Возвращаюсь на место. Подравниваю краешки, чтобы они были прям стык в стык. Вот такая штучка у меня получается. Какая-то такая клетка, не клетка, что-то такое. Здесь нужно тоже крафтать. Теперь беру окно. Обработка контуров. Его, кстати, написали в комментариях, что можно вызывать при помощи Shift-Ctrl-F9. Да, пожалуйста. Но я вам показываю, где вы ее всегда сможете найти. Она там вас ждет. И мне чаще удобнее работать с мышкой. Кто-то любит с клавиатурой, я с клавиатурой тоже работаю. Так. Разделение. И теперь мы выбираем те цвета от вида, которые у нас там будут. Итак, у меня это будет белый. У меня это будет средний серый. Темно-серый. И черный. Вот такие четыре цвета. Плюс таких векторных заливок, они потом поддаются тому, что у них можно абсолютно менять все цвета. Создают цветовую гамму. Вот. И здесь мы с вами из этих кусочков, которые получились, надо только разгруппировать, начинаем формировать, соответственно, нашу заливку. Что я сейчас сделаю? Я сейчас сделаю цвет контура ярко-салатового цвета и дам его потоньше, 0.25, чтобы я видела, где у меня какие кусочки. Теперь переключаюсь на цвет заливки. Вот у меня моя цветовая гамма из четырех цветов. И я могу ее отсюда спокойно набирать и делать. Сейчас первым делом у меня основной цвет будет черный с дополнительными оттенками серого. Я наберу некоторые кусочки серым, черным цветом. Потом добавлю серый оттенок. Так что давайте соберем. Делаю черную заливку. Они не обязательно должны быть как-то прям по логике по какой-то. Я думаю, что вы если посмотрите твиты, там видно, что где-то какие-то диагональки, еще что-то. Вот это можно все воссоздать. В зависимости от того, что вы хотите получить. В данном случае я хочу получить просто пестрый твит, который будет имитировать твит, из которого, как правило, делают жакеты Шанель. Так что этим я не займусь. То есть они могут сразу через несколько цветов проходить, да, то есть вот полосками. Главное нам сейчас собрать композицию. Потом уже будем дальше делать. Так, здесь серое. Здесь черное. Вот моя гамма. Четыре цвета, вот они. Я их просто занесла в панель образцы, и я с ними работаю. Это удобно, это просто, это комфортно. Понятное дело, что если мне что-то не понравится, я всегда могу это перекрасить. А вот, теперь добавляем еще один оттеночек, светло-серенький. Такая векторная заливка иногда кажется, что это очень долго, очень нудно, да кому это надо. Вот если вам нужно действительно создать какую-то интересную по цвету, то есть вы придумываете цвет вида, вы можете даже, ну, создать то пельтение, которое у вас будет идти. То есть это все, оно, можно сюда внутрь закладывать, и это все допускается. Мне больше это нравится, что я могу потом изменять цвета, так как мне нужно те оттенки, которые я бы хотела. Вот, поэтому, сами смотрите, так, здесь мы сейчас сделаем серым, здесь тоже мы дадим серый, и я оставлю несколько белых акцентов для того, чтобы были кусочки, которые вот беленькие. Я бы еще вот здесь зажгла белый оттеночек, и все. Теперь смотрите, что я делаю. Я убираю цвет контура, соответственно, сразу у меня совершенно другой внешний вид получился. Цвет контура мне был нужен для того, чтобы я видела, что у меня происходит. И смотрите, когда мы будем делать заливку, естественно, это все будет маленькое, оно будет пестренькое. Все, в общем-то, заливка готова. Мы можем теперь из нее попробовать создать заливку. и залить какой-то объем, чтобы было понятно, как это смотрится. И действительно очень похоже на твит. Можно поменять пропорции. Иногда в твит вплетают кружочки в виде, например, каких-то блесточек. Здесь они тоже у вас могут быть вполне добавлены. Почему бы и нет? Они могут быть более сложной формы, да, там как бублики, как... То есть вполне такое тоже может сюда добавиться, и он у вас там будет тоже присутствовать. Почему бы и нет? То есть такие заливки, они позволяют с ними работать, вплетать, там блестки, бусинки, все остальное. Конечно, можно взять фотографию, можно взять... Вот, смотрите, это будет... Сейчас у меня с кружочками. Здесь есть кружочки, здесь нет. Это не особо чувствуется, но вон они там, вот я их вижу. Если нужны. Если не нужны, не добавляем. Можете просто сделать аналитику твитов. И вот тот момент, о котором я говорила, что мы можем очень просто к данным заливкам менять цвета. У меня цветовая гамма состоит из четырех оттенков. Соответственно, очень популярный такой пудрово-розовый цвет. Там мы оставляем белый, добавляем розовый. Вот мы сейчас формируем гамму для нового твида. Так, надо немножечко более розоватым его сделать. Это то, что дают векторные заливки. И почему иногда их действительно имеет смысл делать. Иногда не имеет, иногда имеет. Так, вот это основной цвет будет. И еще нужен такой акцентный, который будет вот эту рябь давать. Более холодным мы сейчас его сделаем. Беленький тоже у нас остался. Вот такая гамма. Они сейчас между собой скомпонуются, эти цвета. Вот этот можно помягче сделать. И будет тоже вот такая штучка. Это всю гамму. Можно молоко добавить. Не белый, а молочный. Вот он, вот такой будет. Вот видите, то есть здесь белый, а здесь молоко. Вот, из них сформировали мы гамму. И теперь можно либо сразу заливку менять, либо менять вот этот объект. Смотрите. Давайте сразу заливку я сделаю. Потом можно будет объект вытащить. У нас есть инструмент перекрасить графический объект. Так, да, этот цвет и этот цвет. Вот она мне перекрасила. При этом я могу поменять цвета местами. Посмотреть, как это будет смотреться при разном наборе цветов в разных местах. Видите? Также я, если понимаю, что какой-то цвет мне не нравится, здесь же в гамме в этой я могу его поменять и добиться другого оттенка, который мне подходит или не подходит. После этого сказать окей. Да, мы сохраняем. И если он мне нужен, я могу его вытащить. Вот он он. И уже получить. Вот он рапорт, как он распределяется для того, чтобы такое получилось. Соответственно, вот таким образом можно имитировать сложные твидовые заливки в Adobe Illustrator чисто векторным способом. Это дает возможность ее формировать самостоятельно и формировать ее по цвету. Как в дальнейшем это используется на эскизах, я покажу в других видео. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.